всем привет сегодня у нас очередное блюдо это на чередование ну и вообще всем 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 кто любит баклажаны на самом деле это в общем то такой рецепт который я всегда готовила но всегда была проблема в том что баклажаны нужно было обжаривать в масле и всегда возникало какое-то такое двоякое чувство что слишком много масла поэтому я его немножко изменила и сегодня я поделюсь с удовольствием с вами но как всегда я напомню что на диете дюкана лёша похудел на 52 или 53 килограмма прошло уже больше двух лет вес не возвращается но не потому что он вдруг чудодейственным образом перестал нарастать этот жирок нет все эти два года лёша следит за своим питанием он считает калории об этом у нас есть видео в описании добавим то есть чудо не произошло нужно похудеть и настраивать себя на то что вам в дальнейшем придется контролировать то что вы едите какой образ жизни вы ведете также мы гуляем каждый день это 7 километров иногда больше чуть реже меньше у лёши еще велосипед но там у меня приседания но в общем если кому интересно расскажу я приветствую новых подписчиков у нас прибавилось очень много то есть за последний месяц у нас прибавилось 2000 это очень большой результат молчат все очень мало комментариев почему-то вы ничего не спрашиваете у меня я люблю поговорить люблю рассказать поделиться поэтому спрашивайте не стесняйтесь все что знаю расскажу и покажу итак начнем рецепт очень простой вот проще по моему ничего не бывает значит первое что мы делаем это мы включаем духовку где-то примерно 180 градусов пусть она нагревается дальше нам понадобится противень противень или вот в моем случае это вот силиконовая купила на алиэкспрессе такая вот под ложечка на можно использовать и на решетку можно использовать и на противень все что ненужное стечет вот в эти углубления и ничего не будет там допустим если там курица как немножко жирноватая весь жир стечет сюда вот ну и вот такая под ложка я ее тоже применяю иногда вот то есть у меня будет много баклажан чтобы все это поместилось то есть вот так вот у меня можете использовать противень и все складывать на противень так теперь здесь у меня примерно кило 200 баклажан я почищу и останется наверное килограмм примерно килограмм баклажан очищенных здесь у меня час зуб зубочки чеснока 50 грамм я не знаю для чего то я все это взвесила потому что ну кто-то готовит прям по граммам 50 грамм чеснока зубчики и пучок кинзы если кто-то не любит кинзу попробуйте с петрушкой честно говоря не пробовала но думаю что будет также вкусно и соль все больше нам ничего не надо баклажаны напомню баклажаны я всегда чищу очищаю лена мне сказала моя подруга что когда выращивают баклажаны очень сильно применяют очень сильно опрыскивают очень сильно опрыскивают от вредителей поэтому я вам тоже рекомендую снимать кожуру вот нож должен быть очень острый тогда у вас не будет проблем с этим у нас ножи всегда наточены вот таким образом да еще и я забыла я вам сегодня я вам покажу еще одно блюдо это вот наши теперь такое любимое лакомство моего не часто едим но удивительно что раньше мы даже не подозревали насколько это вкусно сейчас я вам закончу с баклажанами и покажу так чесночок мы раздавим вот ножом слегка и вниз баклажаны баклажаны я нарежу вот пополам и миллиметра 5 кусочками вот так и выкладываем на противень где-то у вас потолще получится где-то ничего страшного не произойдет и вот так вот все баклажаны ну вот так вот у меня получилось у меня баклажанов больше чем место на противне поэтому я так сверху разложу ничего страшного все духовка напомню у меня разогрета до 180 градусов ставим мы на 20 минут и еще блюдо напомню это сладкий картофель батата доз я его тоже положу запекаться ну вот так что я делаю я уберу вот это вот хвостики надо вилкой протыкать но я так ножом проткнул если вы хотите чтобы быстрее приготовилась вы можете порез на кусочки я люблю когда вот целая запеченная берем фольгу небольшой слегка вот я присолю ее вот очень символически очень много получилось по чисто символически я ее присолю заворачиваю просто вот так вот сверху положу картошка будет запекаться минут тридцать пять-сорок все ставим в духовку баклажаны ставим на 20 минут все идем пить чай засекаем 20 минут пока баклажаны запекаются мелко-мелко нарежем кинзу вы можете это сделать в измельчителе очень мелко ну это я готовлю курицу следующее блюдо у меня сегодня будет готовить я его буду первый раз этот рецепт нам дала наша подписчица диана грузинский суп карту куриный суп грузинский в общем будем пробовать если нам понравится я думаю что понравится потому что но по описанию думаю что это еда которая нам подойдет и если все получится все будет хорошо то мы обязательно с вами поделимся этим рецептом 20 минут прошло достаем наши баклажаны так картофель забрасываем обратно заводим еще 15 минут для картофеля что нужно сделать теперь нужно взять чеснок и почистить вы можете подождать когда это все у вас остынет но я люблю сделать это горячим если вы можете себе позволить такое взять что-то горячее и почистить то сделайте лучше горячим в общем смысл в том что нужно чеснок почистить измельчить и соединить с кинзой измельчаем чесночок он получается так очень мягкий как кашица вот я делаю это горячим потому что когда горячее все запахи соединяются и получается более ароматно запах стоит на кухне потрясающие в сочетание чеснок кинза баклажаны я очень люблю вот некоторые смотрят мои видео и там допустим я готовлю какое-то блюдо и добавляю там допустим четыре ложки масла и говорят ой как много девочки мальчики я не готовлю на один раз то есть я вывела такую формулу на диете вы не можете мало готовить на диете нужно готовить много вкусно разнообразно чтобы это не было страданием чтобы это не было каким-то мучением то есть вот многие у нас прошло что вы все закончили диет вот как будто мы страдали на этой диете мы живем в принципе не особо ничего в нашей жизни не изменилось что-то мы себе теперь позволяем но я вот поняла что многие говорят я ничего не ем я поправляюсь я очень мало ем и так далее так далее не обманывайте свой организм как только вы начинаете ограничивать свой организм в еде он замедляет метаболизм и тогда уже будут проблемы просто есть ничего там вредного никаких углеводов но организм не будет вам отдавать эти килограммы и вы будете пухнуть поэтому подходите к правильному питанию правильно я говорю это не на пустом месте не потому что я там где-то это что-то вычитал это все пришло с практикой все это пришло с опытом поэтому прислушивайтесь вот это нужно посолить кинзу с чесночком и вот эти баклажаны мы просто вот слегка припудрим солью поверьте мне я солю немного лёша у меня но не любит соленую пищу вот чтобы вот это было вот так все это все перемешиваем и в общем то теперь мы будем блюдо собирать берем в миску и укладываем первый слой баклажан плотненько хорошо баклажан у меня не пересохли они достаточно остались сочными и припудриваем не припудрим и добавляем кинзу с чесноком и следующий слой все так придавливайте плотненько чтобы это было все чтобы это все соединилось уплотнилось дало какой-то сок это не будет какое-то сухое блюдо баклажаны достаточно сочные и сверху мы еще потом немножко придавим и пустит сок и когда это сделала первый раз у меня лёша даже не поверил что не добавила никакой соус дополнительный там не полила немножко там маслом это все так смотрите чтобы у вас вся вся кинза ушла у нас есть инстаграм ну наверное теперь он редко у кого его нет вера это вопрос к тебе подписывайтесь там в общем то мы раньше все выкладываем свои какие-то планы я там делала вазу я ее сделала но показывать снимать видео как это делать но очень много видео в интернете поэтому я не специалист я любитель я тоже это где-то там подсмотрела у кого-то то есть есть масса сайтов и видео и всего поэтому но не я не вижу смысла это показывать вазочка получилось так сверху мы накрываем тарелочкой можете какой-то груз сделать но я просто придавила и этого достаточно это я оставлю примерно ну вот если там к обеду тону час полтора два но можно уже и там через полчаса сих то у кого не терпится попробовать но если постоит ночь в холодильнике то будет просто замечательно ну в холодильник ставьте после того как остынет теперь мы ждем когда приготовится наш сладкий картофель и так картофель я запекла вообще конечно хорош картофель вот в ублях приготовлены здесь продают хлеб который пекут на на дровах и запеченный картофель так мы его разрезаем теперь нам нужно сливочное масло вот совсем маленькие кусочки и сверху мы посыпаем корицей вот такой десерт девочки поверьте это необыкновенно вкусно масло здесь 7 грамм это в общем-то дневная норма это не так много калорийность мы напишем это вот такой у нас легкий перекус но я говорю что это мы едим не часто это очень такое лакомство для нас думаю что и вам понравится и вы будете есть с удовольствием ну в общем суп я приготовила на вид он такой очень аппетитный будем пробовать и снимать видео так заканчиваем наши баклажаны значит они у меня постояли посмотрите здесь у них выделился сок видите они очень сочные вот такая закусочка получилось можно подать к мясу к рыбе каким-то вторым блюдом приготовьте попробуйте я думаю что вам тоже очень понравится подписывайтесь на канал если вам понравилось видео ставьте лайк всем пока худейте с удовольствием